У нас есть определенные выводы, и они очень обобщенные, очень двоякие. Важно понимать, что это та рыба, которая вообще ведет себя кардинально по-разному в разных водоемах в разное время. Вам когда-нибудь хотелось заглянуть под лед, в лунку? Узнать, что же там происходит в тот момент, когда вы играете своей блесной или мормышкой. Наверняка вы даже делали это. Помните, как завораживало происходящее там? Очень хорошо. Так вот, нас эти пейзажи приворожили настолько сильно, что мы разработали специальное оборудование, и теперь опускаем камеру в каждую просверленную лунку, благодаря чему вам предоставляется возможность вместе с нами заглянуть в удивительный подлёдный мир, который, как другая планета. Планета, где хозяйничают щуки и судаки, разбойничают окуни и пасутся стадалищи. Благодаря наглядным примерам мы сможем лучше понимать поведение рыбы под водой и, как следствие, увеличить свои уловы. Так что же мы ждём? Идёмте! Мы приглашаем вас в этот удивительный подлёдный мир с Владимиром Солоповым и Сергеем Сорокиным. В предыдущих сериях «Подлёдного мира» Владимир и Сергей исследовали основные места обитания и стоянок окуня, засняли его поведение на прикормленных лунках и реакцию на блёсны, балансиры и мормышку. В этой серии подошла очередь живца. Посмотрим, что из этого выйдет. На протяжении трёх лет нам удалось с Серёжей посетить несколько карьеров. Три водохранилища, два озера, четыре или пять речек. И по первому льду, и по последнему льду, ну и, соответственно, в период глухозимья, когда поймать окуня сложнее всего, как выяснилось. Ну что я могу сказать, подводя итог или вывод всех типов снастей, которые мы попробовали для ловли окуня в Подмосковье? Ну, конечно же, для того, чтобы на 100% быть с уловом, для большинства водоёмов это мормышка с мотыльом. Но окунь не крупный. Если есть желание поймать более крупных особей, то это блесна. На третье место можно поставить чёртика или жерлицу. Для окуня чёртик всё-таки не самая эффективная приманка, особенно для Подмосковья. Я всего несколько водоёмов знаю, карьеров, где чёртик – это эффективная приманка для ловли окуня. Но просто в этом карьере его очень много. Если у него хороший период активности, то бывает так, что 2-3 рыбы из лунки вылавливаешь. В разных водоёмах он ведёт себя по отношению к одним и тем же приманкам абсолютно по-разному. В похожих местах, на похожих глубинах, с похожей освещенностью, по-разному, кардинально. Вот такая вот интересная рыба. В каком-то водоёме ему чёртика игра, которую задаёт рыболов, там в частности я или Серёжа, его устраивает, и он проявляет активность, и там бывают на черта такие удары сильные. А в каком-то водоёме нет. В каком-то водоёме этого нет, в его программе, в кормовой базе нету в памяти. Всё, вот, пожалуйста, никакой реакции. Просто, ну, что-то там поднимается, ну и хорошо. КОНЕЦ Поэтому всё-таки чёртик, это приманка заслуживающая внимания, но не в случае с окунем. Ловля окуня, но живца зимой, это одна из моих любимых видов ловли. И вот жерлица, маленькие тюлечки, опущены под воду. Смотрим реакцию. Смотрим реакция. Смотрим реакции. Он приглядывается, он может за живцом бегать, там вверх подниматься, вниз за верхоплавкой подниматься, уходить немножко в сторону, останавливаться, там стаи может собираться смотреть, после чего происходит атака. Субтитры создавал DimaTorzok Окунь всегда старается заглотить живца с головы. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Окунь практически не реагировал просто на висячего живца. И основная его реакция была именно в те моменты, наблюдая, мы можем наблюдать эту реакцию, когда живец двигается, активно двигается. Верхоплавка при перемещении из теплого помещения в холодную воду очень быстро умирает, поэтому желательно выдержать верхоплавку в течение пару дней хотя бы в холодной воде, например, на балконе. Субтитры создавал DimaTorzok Вот если бы я знал, что живец получает такой тепловой шок из перемещения из тепла в холод, то количество поклевок было бы намного выше. Снасть для ловли окуня на жерлицу очень тонкая по сравнению с щучьей. Примерно леска 0,12 миллиметров, грузик до 1-2 грамм, скользящий, крючок 8-10 номера. То есть минимализм, тонкость снасти – это залог успеха при ловле окуня на жерлицу. У нас есть определенные выводы, и они очень обобщенные, очень двоякие. Важно понимать, что это та рыба, которая вообще ведет себя кардинально по-разному в разных водоемах в разное время. Порой после просмотра подводных съемок возникает больше вопросов, чем ответов. И это нам так нравится. Почему окунь иногда резко уходит из-под ломки? Он просто пугается. Окунь не могут напугать шаги, окунь не может напугать блесна или какой-то шорох на льду. Субтитры создавал DimaTorzok И один окунь может увезти всю стаю, либо молниеносно просто уплыть. Это какой-то раздражающий, пугающий фактор. Он чувствует угрозу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Интересный момент. Когда окунь под водой терял активность, когда у него она спадала, он просто присаживался, медленно тонул на дно и опускал плавник, либо приспускал его. Когда же он активен, у него плавники перья его растопырены, и он совершает очень резкие движения. Часто, когда блесна или балансир попадает случайно по окуню, задевает его, балансиры, этот плавник верхний, он просто опускается вниз. И можно сделать вывод, что окунь теряет интерес и уходит, или просто стоит, не обращает на приманку никакого внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Часто бывает, что одиночный окунь, который накололся на блесну, именно накололся, может резко просто взять и уйти. Со стаей же ситуация немножко другая происходит. Иногда окунь, который накололся, уводит стаю, а иногда просто отходит немножко в сторону и никуда не уходит, и начинает клевать через 5-10 секунд после того, как сошел. Всегда по-разному. КОНЕЦ КОНЕЦ Интересное наблюдение, опять-таки же, относительно травы. Бывает так, что раз блесной траву зацепил, или мормышкой, или какой-то другой приманкой. Окунь то расходится, то остается на месте. Какая-то активность окуня, если высокая, он никогда не уйдет из-под лунки, будет до последнего стоять, пока его всего не выловишь. Когда же окунь малоактивен, он сразу же моментально при задевании за травку уходит. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительный момент. Нам удалось заснять на самом деле ни крупный окунь и судак. ПОРОЙ выбирают одни и те же места обитания, одни и те же места охоты. И мы с Сережей сидели сверху с балансиром и блесной, дергали. И забавно, что вышел сначала судачок, потом вышел окунек, и они вдвоем там плавали. Но все-таки судак, окунь вот этого одинакового по размеру, почему-то сместил окунь, ушел. Остался судак, который там пытался за нашим балансиром бегать. Смотрите, как это было на глубине 5,5 метров. Отдельно хочется сказать несколько слов о размере окуня в Подмосковье. Так как нам приходится снимать на небольшой глубине, то окунь в основном не крупный. Есть крупные усыпи. Есть в некоторых водоемах. И нам на камеру там выплывали чушки такие, там по 400-500 грамм несколько раз. Но их очень немного, в отличие от Астрахани. А основной же размер нашего окуня, это как бы это ни прискорбно звучало, от 30 до 100 грамм, 120, 120. Это уже такие, можно сказать, сковородочники на водохранилище. Пошли, попадаются и по 300, и по 200. Там встречаются разные стаи абсолютно. Ну, конечно, вот, если обладать ближайшее водохранилище, масса это, ну, максимум, до 120 до 150 грамм. Основная же прибрежная масса прибрежного окуня, это 20-30, ну, иногда 50. Если вода в водоеме очень прозрачная, то это предъявляет повышенные требования к снасти. Чем тоньше снасть, тем, чем деликатнее у вас блесна, чем качественнее она там, ну, это касается и цвета, и веса, и размера, тем больше шансов. Сказать кому, какая конкретно блесна, я не могу, потому что все зависит от водоема, от размера окуня, от глубин. То есть куча факторов. Поэтому что можно посоветовать? Подбор, постоянный систематический подбор. Найти свою блесну или там... У меня нет своей блесны до сих пор. У меня их там 850 в коллекции. Я не могу сказать, что вот эта у меня лучшая блесна или вот эта лучшая. Нет. Но есть определенный набор, там, из 15 блесен, в которых я максимально уверен, и благодаря которым я могу подобрать ключ под рыбку, типа окуня. По последнему льду, когда окунь набит икрой, практически не обращает внимания на балансир или блесну. Но поэтому в такие моменты по последнему льду лучше его ловить на мормышку с мотылем. Такая ловля более результативна. Мы сравнивали с Сережей. На какого размера мотыля, на мормышку, больше всего поклевок окуня. Вот тот мотыль, который грязный, да, он такой его средним можно назвать, который некоторым с не очень хорошим зрением или с очень большими пальцами сложно насадить на крючок. На него было больше всего результативных поклевок. На крупного же мотыля поклевок было результативных меньше. Хотя, если окунь был активен, то он и на тот, и тот хорошо ловился. Если же он был не очень активен, тогда на мормышку лучше насаживать именно среднего мотыля. При подводных съемках окуня к нам в гости, в камере, очень часто приползали раки. Посмотрите, как все это было. Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что при ловле окуня самое важное это не столько выбор приманок, как считает Вова, а быстрое перемещение в поисках самого активного окуня. Ну, что такое активный окунь? Активный окунь – это стабильные, точные поклевки с первого раза. И на протяжении всего времени, которое мы провели на льду и опускали камеру под лед, в этот удивительный подледный мир, смотрите эту нарезку поклевок, как клюет окунь на разные приманки под водой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В подледный мир сегодня заглядывали Владимир Солопов и Сергей Сорокин. Я надеюсь, те кадры, которые мы засняли, будут полезны и помогут вам ловить еще больше рыбы. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok